Мне часто говорят, мол, ты игры ненавидишь, только и делаешь, то критикуешь. И это неправда. Есть много шедевров, которых я обожаю, так что подобные обвинения я считаю неправильными. Поэтому сегодня давайте критиковать L.A. Noire. Ладно, это, конечно, все шуточки, но с L.A. Noire у меня все равно как-то не сложилось. Я не считаю игру плохой, но остался разочарован некоторыми аспектами проекта. Особенно тем, как игра пыталась меня обмануть. Давайте обо всем по порядку, но сначала рекомендация. Сейчас летнее затишье. Если не знаете во что поиграть, то вы можете погрузиться в мир Blade & Soul. Blade & Soul это бесплатное MMORPG о боевых искусствах и азиатской мифологии. В игре представлено 14 разнообразных классов с разнообразными боевыми стилями и глубокой кастомизацией. В Blade & Soul доступны как PvP с подземельями и рейдами, так и сюжетная кампания, погружающая игрока в лоры игры. Еще в игре недавно вышло новое обновление. В игру добавили новый данж в святилище Школы Лисицы. А у класса Массера Гнева появилась третья специализация – Пламенный Воин, делающая их более классическими мечниками, даже с двуручным мечом. Также начались новые ивенты – сезоны Пути Мастера и Пути Героя. Но это еще не все. 16 августа в игру добавят новые подземелья – площадь посвященных, в котором игроку предстоит улучшить свои навыки. У подземелья есть свой рейтинг, а награды отличаются от уже привычных. Регистрируйся сейчас и получай море подарков на всех своих персонажей за первые 7 дней игры. На самом деле, Рукстар игру сделали частично. За разработку проекта отвечала студия Тимбанди во главе с Брэндоном Макнамара. К сожалению, Элэй Нуар – это игра, которая родилась в муках. Ее делали 7 лет. Концепция постоянно менялась. Голова разработки был редкостным мудаком, который с людьми плохо обращался. Заставлял кранчить по 80-100 часов в неделю, оскорблял, а потом, когда люди увольнялись и рассказывали об этом, то он типа такой – это несправедливо, вот другие бизнесмены вещи и похуже делают, но их что-то никто не критикует. Это то же самое, как я на днях выпустил ролик про Паука, и в нем я рассказал, что меня смущало в плане паркура и полетов. А мне пишут, мол, да, это так, но в Ассасине тоже есть минусы в паркуре. Ну и что дальше? Как одно оправдывать другое? Это гигант мысли. В итоге все дошло до того, что Рокстар взялись за игру и доработали. Иначе Лейнуар до сих пор бы не вышла. Я не знал, что подобная дичь была во время разработки, потому что это многое объясняет. Но давайте конкретнее. Чел, отойди, я не вижу. Угу, спасибо. Лейнуар – игра про Лос-Анджелес конца 40-х. Война только что закончилась, и наш герой Коул Феллпс, который был ее участником, пытается устроиться в жизни. Карьера, семья, дом, машина – все как у всех людей. Феллпс становится полицейским и постепенно поднимается по карьерной лестнице. И прохождение игры воспринимается как просмотр сезона сериала. Тут где-то 26 кейсов. Как, собственно, 26 серий. Ты можешь вечерком 2-3 кейса выполнить. Насладиться детективной составляющей, интриго-расследования и кайфануть от потрясающего мира, который сделан с невероятной любовью. Игра, возможно, не запомнится вам навсегда, но удовольствие от нее вполне себе получишь. И это все классно, но у нас тут все-таки серьезная игровая наличка. Поэтому, как детектив, я вынужден копать глубоко, хоть меня никто об этом не просил. И смотрите. Как по мне, игра имеет довольно бодрое начало. Тебе показывают разные игровые механики, стрельба, погони. Как на машинах они довольно адреналиновые, так и погони пешком. Они уже на самом деле угарные из-за плохого саунд-дизайна игры. Кстати, звук в игре правда такой себе. Та же озвучка будто сделана в каком-то подвале. Эхо такое, что не вписывается в большинстве сцен. Директор по озвучке игры объяснил, почему так получилось. Вот и его комментарий. Ну и дальше меня познакомили с главной фишкой игры. А именно изучение улик и разговоры со свидетелями. У тебя блокнот, там записывается все, что находишь. А прикол свидетелей в том, что разрабы использовали революционный на тот момент захват мимити лица. Из-за этого можно увидеть любое микродвижение на лице персонажа. И опираясь на это, вы можете делать определенные выводы. Говорит ли свидетель правду или пытается герой обмануть. И это звучит круче, чем есть на самом деле. Потому что после того, как персонаж что-то тебе говорит, ты просто смотришь на его лицо и ждешь реакции. Если лицо спокойное, то все норм. Ну а если персонаж после своей реплики делает подозрительное лицо, то тогда он врет. Вот тут смотрите. Как думаете, он врет или нет? Не знаю, как вы, но я доверяю этому парню. Конечно, это упрощение. Но с другой стороны, ты точно знаешь, когда человек врет, лукавит или говорит правду. Читаемость эмоций в этой игре имеет значение. И чем дальше я проходил, тем больше я втягивался в игру. Мне нравилось изучать каждое дело детально. Нравилось, что после того, как я что-то раскрывал, босс подходил и хвалил меня. Мне опровод людей нужен. У меня было трудное детство. Намек на лайк успешно отправлен. И вот играю я, наслаждаюсь расследованием очередного кейса. И тут происходит очень странная вещь. Потому что кейс заканчивается тем, что я его провалил. Даже босс на меня наорал. И я, честно, не понимал, почему. Что я сделал не так? Я почти час проходил задание. Исследовал все детально. Я опрашивал людей почти без ошибок. Почему за дотошную работу меня игра наказала? Обидно. Меня реально заинтересовал этот вопрос. Поэтому я решил сделать то, что делает хороший детектив. А именно начал препарировать кейс. Я пять раз прошел эту миссию. Два дня изучал каждую ее мелочь. И теперь я могу пройти этот кейс, провалив и не найдя 99% диалогов и улик. А в конце босс скажет... Вы спросите, как я это сделал? И смотрите, на самом деле миры в играх фикция. Их не существует. Деревья, земля. Все это даже не имеет плотности. За ними ничего нет. Капитан Очевидность, слава богу, ты прилетел. Но задача хороших разработчиков убедить тебя в натуральности этого мира. Чтобы ты забыл про то, что это всего лишь декорации. И некоторые проекты в этом очень сильно преуспевают. Лейнуар тоже создает иллюзию того, чего нет. Но разработчики сильно перебарщивают с этим. Оставляя на плечах иллюзии вещи, которые они должны были проработать. Давайте тут детальнее. И игра обманывает тебя жестко с тем, что диалоги важны. Что улики, которые ты находишь, важны. Хотя на самом деле, это имеет значение только для звезд, которые ты получишь в конце миссии. Это как надпись в играх Telltale. Когда тебе говорят, что персонаж это запомнит. Но на самом деле, это просто создание иллюзии. Что каждый твой выбор важный. И конкретно эта миссия. Я в последний раз проходил ее, проваливая каждую беседу. Я ничего не узнавал. Я сбивал имущество города и людей на улице. Кстати, всем насрать, мир в игре мертвый. И в конце я нашел всего одну улику, показал ее преступнику. И я дело прошел на ура. И вот так проходится большинство миссий. В этот момент игра для меня разрушилась. Магия того, что я расследую какие-то убийства. Что я на что-то влияю и так далее. Все это улетучилось. Потому что я понял, что на самом деле я нифига не детектив. Что я нифига не решаю. Улики находятся по звуку. Его можно отключить. Но тогда ты будешь играть в point and click игру. К тому же, когда ты берешь предмет, то герой сразу определяет. Нужен он или не нужен для раскрытия кейса. Твоя задача просто бегать по локациям. Нажимать кнопку взаимодействия там, где тебе говорят нажимать. И выбирать очевиднейшие реплики для персонажа. Да, читаемость эмоций опять же классная вещь. Но это в том случае, если бы все они имели хоть какие-то последствия. Но тут всего пару вещей влияют на то, насколько хорошо ты пройдешь дело. Игра берет тебя за ручку и вводит тебя по всем кейсам, делая вид, что мы на что-то влияем. Как в детстве, когда отключали брату джойстик, и он думал, что проходит сам игру. Я не делаю какую-то детективную работу. Не собираю улики вместе в блокноте. Чтобы в итоге создать цельную картину того, что было. Сделать выводы из имеющихся доказательств. Ничего. Игра сама все делает. Даже если ты что-то важное провалишь, игра перезагружает сохранение, и ты дальше проходишь, как ни в чем не бывало. Нету такого, что ты проваливаешь дело, и думаешь, черт, это моя вина. Мне нужно было не так сделать, а вот так. Обычно ты проваливаешь что-то, только если накосячишь в диалогах с важными персами кейса. И нету такого, что ты ломаешь голову над какими-то моментами. А сделал ли я все правильно? А может это не тот преступник? Даже нет таких простых вещей, как во многих детективах. Когда ты можешь обвинить почти каждого человека, который связан с кейсом. Это есть даже, простите, в Юнити. Даже если местами есть несколько подозреваемых, ты знаешь, кто из них виновен. Ибо игра уже успела тебе дать все доказательства. Не поймите меня неправильно. Если бы игра была честна со мной, если бы она не строила себя непонятно что... Если бы она не заставляла постоянно стрессовать, мол вот столько правильных и неправильных ответов, вот столько улик нашел и так далее, то я бы и слова не сказал. Лейнуар это линейный детектив, игра и наслаждайся. Но она обманывает, притворяется чем-то большим. А по итогу это ни к чему не приводит. В принципе, игра больше похожа на недоведенный до ума эксперимент. Например, Открытый мир. Он большой, красивый и аутентичный, но мертвый и пустой. Зачем его создали? В игре есть разные доп. миссии с охотой на преступников. Но эти миссии тебе дают прямо во время прохождения очередного расследования. В игре Открытый мир тебе дают только после полного прохождения сюжета, что ужасное решение. Ибо когда ты выполняешь сюжетные миссии, то тебе хочется на них концентрироваться. Хочется полностью построить картину преступления и не отвлекаться на побочке. И после завершения миссии можно пойти отдохнуть исследуя мир. Но нет, будем все делать наоборот. Опять же, я не говорю, что игра плохая. Она мне напоминает первый Watch Dogs, который не до конца понимал, что же он хочет быть. Многие решения оказались плохими и бессмысленными. Но ко второй части разрабы многое поняли и исправили. Игра делалась в полном производственном аду. И это ощущается. Она имеет потенциал, но он не раскрыт. Так что местами больно в нее играть. Она быстро надоедает, ибо самоповторы дикие. Уже к шестому кейсу ты видел все, что может дать тебе игра. Даже несколько раз. Поэтому проект довольно спорный. Атмосферный, сделанный с любовью, уникальный в некотором роде. Но все-таки спорный. И как по мне, игра проверку временем не прошла. Особенно в техническом плане. Лог на 30 фпс в ПК версии. Серьезно, Рокстар. И даже если скачать мод, который добавляет 60 фпс, то это не спасет от разрывов. Потому что под высокие фпс игра не заточена. В общем 6,5 баллов из 10. И жаль, что вторую часть мы так и не получим. На сегодня у меня все. Поддержите лайком и подпиской, если понравилось. Заходите в мой телеграм-канал. И до скорого, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова